Нет ни террористы, и студенты, ни заложники. Алтайская таможня знакомит молодежь со службой. Это спецотряд быстрого реагирования. Мужчины вооружены. Особый интерес к огнестрельному оружию у студенток из технического университета. И что вам больше тут нравится? Покрупнее, поменьше. Вот сигнали. Защитит от такого бронежилет. Парни из техникума кинекологии охотно его надевают. Этот щит весом 35 килограммов спасет от пули снайперской винтовки Драгунова. Но алтайская таможня – это и кинологи, и границы со своими законами. Когда появился таможенный союз, то есть союз Казахстана, Белоруссия, именно на уровне единого экономического пространства, это было в 2010 году, необходимость проведения таможенного контроля на границе между этими государствами пропала, и, соответственно, численность таможни начала сокращаться. Сегодня алтайских таможенников несколько сотен, а посылок через границу идет более миллиона. Таможенный союз – это граница длиной в тысячи километров с Казахстаном и Белоруссией. С недавних пор среди союзников Киргизия и Армения. Между нашими государствами существует таможенная граница. Если товар из Германии, Китая или Финляндии попадает туда, то его там регистрируют. Дальше уже в России. Этого делать не нужно. Когда-то об этом узнала и Анна Делова. Девушка также была студенткой, правда, аграрного университета. Но интересна стала служба, потому и отучилась на кинолога. Сегодня вместе с Фишкой покоряют сердца и ищут запрещенные вещества. Кажется, например, на картинке, что там собака рядом прошла, там собака нашла, все здорово, все замечательно. Но за этим всем стоит очень кропотливый труд. У нас в прошлом году, в декабре, было обнаружение. Мы ездили на пост Горняк, то есть там было обнаружение у нас. Героин 5, да. Выберет ли службу на границе этот парень или таможенником станет эта девушка, мы не знаем. Но зато им стало понятно, с чем предстоит столкнуться, когда получат посылку из Китая или найдут килограмм наркотиков у дальнобойщика. Анастасия Наборщикова, Дим Быстревский. День с толком. День с толком.